Сегодняшний день отмечат сразу двумя позитивными новостями с коронавирусного фронта. Первые ослабления и ограничения затронули сферу образования, все дети могут теперь ходить в школу. Следующий блок послаблений вступит в силу в следующий понедельник, а еще один через две недели. Но эксперты напоминают, вирус не исчез, а контакты между людьми станут более насыщенными. Противоядием будет служить процесс вакцинации населения, который с сегодняшнего дня хватит все население в возрасте 16+. Если посмотреть на темпы вакцинации, то они в последние недели в 15 раз выше, чем темпы заболеваемости. Это хороший показатель. Число людей, защищенных вакциной, растет, а это дает уверенность, что шаг за шагом мы сможем открывать общество и в лучшей мере будем осенью готовы к возможной новой волне. Сейчас спрос на вакцину по-прежнему превышает предложение, особенно в категории жителей моложе 50 лет. Пока мы находимся в положении, когда спрос на вакцину больше, чем ее предложение, но ситуация меняется. За последние 10 недель прививки получили 300 тысяч человек. За предыдущие 10 недель – 100 тысяч. Общий объем заказанных ДОХ измеряется несколькими миллионами. Вакцины хватит на всех. Нарекания вызывает перегруженная система дигитальной регистрации. Но при разработке она не была рассчитана на такой наплыв пользователей. Дигитальную регистратуру никто не планировал использовать с такой нагрузкой. Это не было заложено в проекте. Чтобы теперь обеспечить возможность регистрации для всего населения страны сразу, то потребовались годовые расходы в размере более 15 миллионов евро, плюс расходы организаций, оказывающих медицинские услуги. Для одноразовой инвестиции такие расходы не являются разумными. И создание двух параллельных платформ – одной для регистрации желающих вакцинироваться, а другой для регистрации на прием к врачам-специалистам – технически и финансово показалось экспертам неоправданным. Все же, несмотря на проблемы, удалось организовать виртуальную, а не живую очередь. Вскоре работа дигитальной регистратуры выправится. Цель страны остается прежней. В течение июня у всех желающих должна быть возможность получить хотя бы одну дозу вакцины, а к концу лета – две дозы. Телинэ.